Региональный день цифры здесь, в профилактории энергетик, уже который год проходит в формате хакатона. Это проектная работа. Лучшие из лучших. Юные тамбовские айтишники за пару дней разрабатывают собственные проекты в самых разных областях. От ЖКХ до здравоохранения и представляют их на суд зрителей. Нейросеть, которая расшифрует результаты электрокардиограммы сердца за человека и тут же выдаст рекомендации. Такой проект всего за пару дней придумала и проработала команда Егора Кулина. Он уже несколько лет занимается программированием и в этот раз решил попробовать свои силы на хакатоне. Он позволяет заменить врачей, которые анализируют ЭКГ сердце, и компьютером, который будет за доли секунды вместо них выполнять работу. И выдавать рекомендации? И выдавать рекомендации, да. Областная школа для одаренных детей проходит уже 18-й год подряд. В этот раз в ней приняли участие 75 ребят. В основном из 14-го и 29-го лицеев Тамбова, а также из нескольких московских школ. Его главная цель – выявить знания в сфере информационных технологий, которые ребята воплотят в своих работах. Дети предлагают очень хорошие, интересные проекты о том, как улучшить нашу жизнь, как в области медицины, так и в области транспорта, ЖКХ и многих других аспектов. В форме Хакатона соревнования проводят в шестой раз. Из 25 команд, которые сформировали в первый день школы, в финал вышли 8. Между ними и разгорелась борьба за лидерство. Цифризация общественного транспорта, умная зубная щетка и многое другое – все это детально проработали дети, некоторым из которых едва исполнилось 10-11 лет. Победа досталась самым умным и эрудированным, а остальным – признание ведущих IT-компаний страны, которые уже присматривают среди таких одаренных детей своих будущих сотрудников. Битрий Шапкин, Станислав Попов, Евгений Мещеряков. Область новостей.